Здравствуйте! Одис Мобиус это одни из лучших игровых гарнитур, мы уже делали о них отдельное видео, но каким образом они вообще связаны с нашими сегодняшними основными наушниками HyperX Orbit S? Ну, вообще как бы HyperX любит выкупить какие-то технологии, либо же отдельные модели наушников, немного их переделать и выпустить. То есть в итоге мы получаем хорошие игровые наушники по адекватной цене. И в данном случае, если так совсем уже в общем сказать, то HyperX Orbit S это Одис Мобиус, но только в проводном варианте. То есть в них Bluetooth нет, и при этом стоимость меньше приблизительно на 130-150 долларов в зависимости от рынка, от региона. Естественно, есть и некоторые другие мелкие нюансы, о которых мы также поговорим. Но в первую очередь о самом комплекте, то есть что мы имеем. Всего есть три кабеля на все случаи жизни. Один USB Type-C для подключения к компьютеру, Type-C Type-C для подключения к смартфону и обычный AUX кабель для подключения к более какому-то серьезному источнику. И за счет того, что здесь используются те же магнитопланарные излучатели, что и в Одис Мобиус, потенциал у них огромный. И при этом есть смысл подключать их к плееру за 500-700 долларов, как тот же там Айбаса DX 160, Хибер 5, Хайфай Мэн 801. На ваше усмотрение. При этом звучание будет абсолютно оправдано. Также помимо кабелей есть выносной микрофон и тряпичный такой чехольчик. То есть, ну, есть и хорошо. По дизайну мне больше нравится HyperX, потому что это более серьезный такой, более строгий дизайн. Но это уже чистейшая вкусовщина. По материалам, да, это пластик, поэтому наушники легкие, но при этом нет каких-то ненужных звуков, скрипов. То есть они уж точно не скрипят. То есть, ну, лишних звуков никаких нет. По амбушюрам они мягкие и единственное но, которое есть, если у вас уши немного, как сказать правильно, выпирают, наверное, да, ну да, выпирают, то могут касаться внутренней части самих наушников. В моем случае все хорошо, никакого дискомфорта не ощущается. На уши они относительно давят, но при этом не сжимают их. То есть при каких-то движениях они не будут спадать, они будут хорошо фиксироваться, но и 2-3 часа в них стабильно можно провести. По управлению все очень просто. На левой чашке, на лицевой стороне, есть клавиша для включения, а также рычажок для отключения самого микрофона. И здесь же, на левой чашке, находятся два колеса регулировки. Один отвечает за громкость самих наушников, второй за громкость микрофона. А также есть клавиша 3D. И да, сама система 3D здесь устроена точно так же, как в самих Одис Мобиус. И это не просто там какой-то 5.1, 7.1 искусственный, а это действительно проработанная технология, от которой действительно есть польза. Потому что вы можете банально, чтобы объяснить в чем суть. Когда где-то в шутерах вы не можете определить, с какой позиции там стоит враг, где он находится, где именно бежит. Вы можете повернуть голову, например, там, ну, как в моем случае, направо, и вы будете лучше слышать, что происходит с левой стороны. И это огромный плюс, который предоставляет не так уже и много каких-то наушников. Поэтому, если вы любите шутеры, то да, эта технология вам определенно понравится и поможет. При этом по звучанию. Даже при подключении к компьютеру, когда используется начинка самих наушников, то есть там его условно говоря цапи-усилитель, звучание все равно хорошее. То есть нет каких-то явных там перекосов в низкие частоты, в высокие частоты, ничего. Не пропадает и не доминирует над другим. Но при этом хочется говорить о звуке, когда подключается к чему-то более серьезному. То есть в нашем случае мы слушали достаточно долгое время с FIO X7. И все, это уже звучание не гарнитуры, а именно наушников, которые созданы для звука. Сразу же по низким частотам они очень порадовали, потому что количественные их ровно столько, сколько и должно быть. Они отлично контролируются, у них отличная детальность. И при этом они стараются уходить даже куда-то в глубину. То есть баса не поверхностный. Середина также порадовала, потому что, во-первых, она не исковеркана какими-то искажениями. Имеет, опять-таки, хорошую детальность. И сцена. Сцена по ширине просто великолепная. В разделении инструментов для игровых наушников идеальная. Для просто проводных наушников за те же 350 долларов хорошая. Действительно хорошая. И высокие частоты, в первую очередь, за что нравится, это контроль. Они действительно хорошо контролируются. То есть, если это какая-то сложная музыка, ничего не будет уходить в кашу. Будет оставаться хорошее разделение инструментов. Будут именно чувствоваться инструменты как инструменты, а не как какая-то единая каша. Поэтому, если с чем-то их как-то сравнить, первое, что приходит на голову, это FIO EH3. На голову? В голову. FIO EH3 NC. Но в FIO намного больше низких частот. И все-таки информативность высоких частот немного уступает. Чем-то напоминает по характеру звучания в BR-Dynamic Lagoon. Но здесь уже обратная ситуация. BR-Dynamic Lagoon будут лучше по высоким частотам. Потому что они прям разрывают шаблоны в плане каких-то беспроводных наушников. Низкие же частоты, наоборот, будут лучше в Cloud Orbit S. Поэтому по звучанию, если какое-то сравнение быстро интересовать, сможете просто спросить в комментариях. Там уже, если слушали, ответьте. В итоге, подводя какие-то выводы. Микрофон, кстати, вот важный момент. Микрофон не произвел какого-то прям вау-эффекта. Он просто хороший и голос передает нормально, без каких-то особых искажений. В итоге, что мы получаем? Все просто. Orbit S это просто проводная версия в Mobius. Но при этом в более таком серьезном стиле, серьезном дизайне. Почему мне они настолько понравились? Потому что это, во-первых, хорошая игровая гарнитура и хорошие наушники для прослушивания музыки. Если вам нужно что-то вот такое в плане звучания правильное, то есть, чтобы не было, как, допустим, в тех же Sony 1000 XM3, там огромный буст какой-то на низких частотах, если вы нормально воспринимаете высокие частоты в их обычном количестве, в таком неподжатом, стоит их рассмотреть? Определенно стоит. Потому что это полноценно сбалансированные модели. И стоимость в 350 долларов здесь также оправдана. К ним не хочется придираться каким-то деталям, либо же нюансам. Единственное, что можно сказать, это хотелось бы как-то больше металла в самом основании наушников. То есть, ну, что хотя бы что-то уже сказать о них нехорошее. Поэтому на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки. И, в общем-то, все. До скорых встреч.